Всем привет, с вами Армия Хамуила, мы продолжаем проходить игрушку про Баба Ягу и первонаперво давайте-ка смастерим себе снова крутой молот. Мне понравился из железной руды, хотя может быть это не самое лучшее, но давайте легким там... Не, давайте все же из железной руды, прошлый показал себя вообще на ура. И здраво посмотрим, какое улучшение поставить. Так, больший урон дальним врагам, оглушает, не надо, свет, неинтересно, наносит больше урона. Так, 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 нет, все не то, наносит призракам, нет. Призракам, нет. Нет, 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 это все специфично, неинтересно, делает хладнокровных. Так, время замедляется при нацеливании, но я нацеливание не использую. Кровоточить, это может быть прикольно. Так, распугивает врагов, нет. Ну вот причиняет много боли, разве что. Оглушает тоже не очень так. Это волчий клык, а это кровяной, да? Угу. Заставляет врагов подойти поближе. Молот наносит удар по врагам несколько раз. Ну вот давайте несколько раз, это мне кажется интересно. И да, создадим. И с таким прокачанным молотом давайте отправимся уже на наше странствие. Мария хочет подарки не для своих подданных. Для своих подданных не сдастся ли Иван? Так, говорят в морозных вершинах полно волшебных предметов. Ивану придется сражаться за них, но это его не останавливает. Пойдемте в морозные вершины. Итак, мы в морозных вершинах. Давайте. Я едва чувствую свое лицо. Посмотрим. Ну ого, он сквозь препятствия летает, или мне кажется? И смотрите, он далеко, далеко долетает, как будто бы. Такое чувство, да? Ну в принципе, неплохая штука. Прошлый мне нравился больше, но этот на первый взгляд тоже неплох. И он шустрее, по-моему, видите? Он как бы хопс, и обратно тут же летит. Так. И да, и явно дальше, явно дальше летает. Это круто. Видели, почти долетел до той штукенции. Привет. Ой-ой-ой, ты сильный оказывается в ближнем бою, да? Тихо-тихо-тихо. Получай. Так, аккуратненько, аккуратно, не спеша. Так, нам уже по хп начинать отбить, это не здорово. Хлеб не хочется тратить. Тем более, у меня всего лишь один хлеб. Не, прошлый был более, больше мне нравился. Знаете, чем он лучше был? Он быстрее их убивал. Этот все равно дольше бьет. Вот хоть что не говорите, дольше он бьет. Ну давай, ну что ж ты? Давай, погибай уже. Вот так, все. Отправляйся к прадцам своим. Отправляйся к нам сюда. Вот этот алтарь какого-то бога, и я научен горьким опытом, обижать его нельзя. Давайте на этот раз помолимся. Так, это дождь бог. Угу. Давайте помолиться сделаем. Что это лежит на земле такое? Воцарилась тишина. Стрекоза. Ну пусть будет, почему нет. Так, так, так. Козлик, козлик, не обижай меня. Не, прошлый топор был гораздо лучше этого, гораздо. Но, че уж говорить о нем. Пропал он, канул в небытие. Получай, получай. Ну, вообще, не, очень слабый топор. Тот с одного удара вот таких вот забирал всех. Идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот туда. О, мне кажется, количество увеличилось. Сейчас мы тут их всех разгребем немножечко. Вот так вот, получайте. Да, он призывает, призывает точно. Ну, ладно, ничего страшного. Этот минус. Идем вниз. Опять этот. Он не сильный нисколько. Просто он бьет по земле. И его в этот момент... Не в этот момент, а когда он, короче, эти свои штуки поднимает. Точнее, наоборот, опускает. Его сложно убить. Вот так вот он делает. И че ему сделать? Ничего. Ну, хорош. На. Так, тихо. Вот так вот ему. Получай. Вот эту штуку тоже бы... Ах, промахнулся. Жалко. Тихо, тихо, тихо. А я, кстати говоря, по-моему, восстанавливаю хп теперь, да? Когда кого-то убиваю. Это не может не радовать меня. Или нет? 153. Надо обратить внимание. Было... Вот, запомним. 153. Локации стали более линейными все чаще и чаще. Наверное, под конец игры это неплохо. Потому что, ну, тут же, понятное дело, оно как бы... Как в Диабло, да? То есть, как бы, с одной стороны, вроде как локация нелинейная, да? А с другой стороны, все равно понятно, что надо убить кузнеца. Ну, в Диабло, помните, кузнец там был в начале. Кузнец или я что-то путаю? В первый Диабло там внизу сидел. На первом уровне или на втором. А, мясник. Мясника, конечно, мясник. Какой кузнец-то? Мясник. Он потом еще в Диабло 3 появлялся. В качестве, по-моему, первого босса, кстати. Так. Кстати говоря, наверное, вы слышали? Близзард анонсировали четвертую Диабло. Надо будет в нее потом замесить. Вроде как там что-то такое хоррорное даже будет. Идем дальше. Получай, получай, тигренок. Да, мне дают по одному хп за убитого врага, обратите внимание. Но это довольно мало. Но с другой стороны, знаете, мелочь, а приятно. Интересно, а за пчелок за каждую дают? Или только за мелких, или только за крупную вообще как? Наверное, за каждых по логике. А, кстати, на вот этих волках, которые превызывают, можно здорово нафармить здоровье. Если в том есть необходимость. Ну, естественно, мы это делать не будем. Это вообще ерунда. Проще хлеб съесть. Но вдруг. Ох, как я неудачно взорвал эту штуку. Но, с другой стороны, опять же, я не испытываю проблем в боевке. В первой серии было действительно сложно. Помните, мы там погибали на боссах на всех. И с первого раза не удавалось проходить, там и прочее. Сейчас нет. Сейчас все просто. Может быть, это и хорошо. Потому что, возможно, игра бы уже надоела сложными прохождениями. А вот сюжет в ней довольно прикольный. Хочется узнать, что будет дальше. Привет. Опять я зашел в тупик. Ну, давай уже. Ну, что ты. Сундучанский. О, наконец-то перевалило за 300 монет. По-моему, у меня еще такого не было. Возможно, я сейчас стал еще более сильный. Может быть, тут как-то кратно сотням измеряется. Так, привет. Весы. Это что такое? Торговец, по-моему, да? Привет. Свою. Не хочешь ли купить обереги? Не, спасибо. Ну, где основная сюжетка-то у нас? Получай. Вот эти деды, кстати, довольно слабые. Возлик, идем сюда. Ну, вот и все. Так, а тут что у нас? О, вот эти мне наоборот не нравятся. Они много отнимают, и их сложно убивать. Дед, привет. Так, минус. Замечательно. Дед, привет. Нет, опор мне вообще этот не нравится. Он какой-то совсем дряблый. Надо, наверное, заменить будет. Какой-нибудь другой оденем. Более мощный. Получи. И еще разок. Ну, давай уже. Хорош. Да, я специально подставился. Но, видимо, зря, да. Всего лишь 60 хп у меня красненьких осталось. Ну, кто тут? Морозка, не морозка. Кто будет? О, вот летучих мышей я не очень люблю. Они, на самом деле, при удачном для них стечении обстоятельств смогут хорошо почикать здоровье. И они мощные. Череп Дрека кого? Не увидел я череп, кого там я поднял. Получаем. Не стесняемся, волки. Так, мышку, мышку. Привет. Это сумонящий волк тут? Да, один. Да, он сумонит. Ничего, ничего. Сейчас замочим. Его в ближнем проще убивать. Привет. Все, до свидания. Здесь уже выход виднеется. Сундук. Просто одиноко стоящий сундук с монетками. Это, конечно, здорово. О, наковальня. Но мне не нужно. Я недавно как раз делал. Выковал себе вот этот меч неочемный. Тихо, 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 тихо. Получи. Аккуратненько, надо аккуратненько. Тут их сразу трое, да? Это может быть опасно. Вот его бы как-нибудь вот туда бы. Ну ладно, ничего. И они отбивают, главное. Вот это прям, прям неприятно. Один почему-то умер. Вроде я его не бил. Получаем дальше. Так, тихо, тихо, тихо. Ой, зацепил все же. Тут как в фильме «Бригада». Будет стрелять в меня, а зацепит вас. Ну, на выход нам еще рано. Правильно я понимаю? Или вот здесь сокровище будет какое-то, нет? Нет. Ну, не, на выход нет. Он мне сейчас скажет, какого это? А, стоп. Эм. Неясно, ну ладно. Так. Поражение врагов медвежьей лапой. Враги, ударенные серпом. Вы учитесь быстрее, когда убиваете. Давайте учиться быстрее. Что-то я не очень понял. Я прошел локацию, и чего? Я, видимо, что-то взял, или что? Хм. Ну ладно, давайте куда-нибудь еще сходим. Борьба с духами помогает Ивану успокоиться. Он отправляется на поиски в мертвый лес. Самый интерес в том, что в прошлые разы меня не выпускали с локации, когда я какое-то задание не выполнил. А сейчас, видимо, выпустили. Неясно. Ладно. Итак, отправляемся в путь. Ой, тут жутко у нас. Сундучанские давайте вскроем. Так. Я не знаю куда. Ну давайте сюда. Почему нет? Михаил под... О, таких, по-моему, еще... А, были, были пироманчики. Конечно, были. Были, были. Да. Довольно сильные вот эти ребята. В совокупности мышка и пироманы. Приходится действительно биться. Так, ну-ка. Ой, 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 ой. Да, в ближнем бою проблема. Медведя надо забрать. Ага. Получай. Все, до свидания. Идем дальше. Кто тут нас ждет? Призраки. Окей. А что он делает? Может, ничего? Отлично. До свидания. Продолжаем свой путь. Возьмем только вот эти вот... Вот этот лут подсобираем. И идем дальше. Иван, давай катись. На этом этапе, мне кажется, игра немножечко затянута, если честно. Потому что уже хочется увидеть какую-то развязку. А боевка уже становится довольно однообразной. Но ничего, мы должны игрушку полностью пройти. Иначе не прикольно совсем. Оу, он сильный. Да, мощно взорвался тоже. А это что за носатый перец? Ну ладно, видимо, прикол какой-то. Так, тихо, тихо. Так, так, так. Ой! Ой, как неудачно я встал-то. Видели? До свидания. Сундук. Мы должны глобально какие-то котлы найти, если я правильно понимаю. Да, вот эти вот, где находится... Ну, то, что нам Мария, Мария, Мария сказала. А это что? Нет, это алтарь. Это мне не хочется сейчас подношениями всякими заниматься. Вот, пчела. Давайте проверим теорию. За каждый ли удар? 102. 103. Да, за каждого убитого. Да, значит, пчела это вообще кладезь. Из нее, смотрите, сколько выпадает. Там где-то 10 хп, наверное, за раз можно восстановить, да? Примерно. Призрак что-то кастанул. Он кастанул еще одного призрака. Что-то как... Он кастует. Ну-ка, до свидания отсюда. И убегает, видели? Убегает, просто убегает. Лучи. Давай, отправляйся к своим отцам. Про отцам. Тут кто... О, пчела. Еще одна, это радует. Меня отравила какая-то гадость. Замечательно. Ну че, где котел-то этот? Вот немножко однообразная боевочка. Из-за этого, видите, уже хочется поскорее, чтобы прошел уровень, да? Чтобы поскорее увидеть сюжет. Ну ничего. Все же это мобильная игра. Это не какой-нибудь там PS-ная, да, эксклюзивочка. Так, отправляйся. Ну, хорош, хорош. Вот эти сильные. Да, это сильные ребята. С ними шутки плохи. Так, еще один, да, такой? Ладно. Ну-ка. Ах, не попал. Не попал в эту штуку. Так, так. Оп, оп, оп. Все, до свидания. Получилось? Нет? Да. Ну что, где котел-то? Бой, бой, бой. А где котел? Да е-мое. Вот эти прям доставляют проблем. Вот эти. Прям, прям вот неприятные они. Ого. Хлеб. Вот этого вообще нельзя пускать. Он очень сильно отнимает. Причем, как я понял, только на ближней дистанции. Угу, тупичок. Ладно, значит, нам не сюда. Может быть, наверх? Тут есть проход? По-моему, нет. Там наверх тоже нету. А, есть, есть. А, нету. Значит, от обелиска можно наверх. Попробуем. И, наверное, там еще вниз можно было, да? Вот налево-вниз. По-моему, можно. Но ничего страшного. Это простенькие. Это разбойники обычные. Они моментально гибнут. Так. А тут кто у нас? Вот, наверное, здесь как раз и есть какой-нибудь... А, нет. Какая-то могилка. Смотрите. Так, 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 так. Отлично. Минус. И ты тоже минус. С могилой что можно сделать? Тут, наверное, кто-то спрятался. Эй! Там безопасно? Я могу выйти? Да, все тихо, покажись. О, бабулька. Благодарю тебя, добрый молодец. А что случилось? Я пришла навестить могилу мужа, и тут на меня напали эти звери. Я забралась внутрь, чтобы спастись от них. Если бы не ты, это было бы последнее, что я сделала в своей жизни. Да ладно что-то, не напоминай. Ты это заслужила. Я мальчик. Ну ладно. Хорошо. Спорим, слева ничего нет. Даже идти туда не будем. Пойдем наверх. Так, отлично. Сразу в замес прыгнули. Получай. А у меня сейчас неудача из-за чего-то расти начала, да? Или мне показалось? Почему, интересно? Смотрите, опять растет неудача. А из-за чего? Может, я какую-то неудачную монетку взял у бабульки? Вообще непорядок. То есть, это как раз тот кейс, из-за которого я потом лишаюсь оружия. Так, тут, к сожалению, тупик у нас. Ладно. Этих можно истанковать немножко. Не, может все же налево надо было? Может там... Да не, спорим направо и наверх. Да, вероятнее всего туда. Очень длинные локации, довольно однообразные. И просто фишка в том, ладно бы за них хоть опыт давали за убийство врагов. А так ничего не дают же. Что убивай, что не убивай. Все равно дадут левел, если пройдешь локацию. Не, видимо, вообще направо. О, босс! Так, слушай. Это же... Я же его бил. А, нет, это другой. То был медведь, а это какой-то другой парень. Это типа в каждом уровне должен быть свой босс, что ли? И поэтому вы ставите вот таких ребят? Так. Ну, это на самом деле не сложный босс. Единственное, что он вызывает вот этих кабанчиков. А кабанчики вот как раз проблемные. И в танк нельзя переходить. У меня нету хлеба. Если только вот так разочек ударить. Лучай. Отлично. Сейчас. Вот так еще тебе. На. Оу! Сильно огрел. Да, в танк не надо на него переходить. Мы вполне себе можем на дальней дистанции его размачивать. Еще разок. Получи. Тихо, тихо. Прикольно на гитаре играет. Но я его, наверное... Я даже не знаю, ставить его в живых. Или замочить. Нехороший он. Так, ну все. Привет, получай. Кто кого. Мой бросок топора или ты? Все, замечательно. Привет. А, он именно откинулся. Жалко. Я бы, может, его пощадил. Вот смотрите. Тут опять выход. Но мы по-прежнему не нашли котел. Или как там его. Ну, давайте досмотрим всю локацию. Может быть, вот там сверху этот котел находится. Ну, просто непорядок. Да, мне кажется. Что-то мы не можем пройти никак. А где наверх? Тут наверх уже и пути-то нет особо. Может, там, где я поспорил, что ничего нет, таки есть проход? Ну-ка, проверим. Не, проверить однозначно надо, потому что мы же не собрали котел. Ммм. Странно. Ну, с другой стороны, босса убили. А что еще нам нужно? Привет, пироман. Пчелка, до свидания. Я не сильно запариваюсь. Так, ну, смотрите. Тут явно ничего нет. Правильно? От обелиска мы вправо ходили? Или мы даже пришли оттуда? Да, мы оттуда пришли справа. Хорошо. Если слева и налево и вниз чуть-чуть. Может, мы все же выполнили, что нужно, нет? Ну, тут тоже все не то. Привет. Что это, карлик? О, хорошая позиция была. Получай. Не, ну, тут тоже ничего нет. Ну, не, наверное, мы все выполнили. Но тогда непонятно, а в чем заключалось? Босса убить, что ли? Ну, ладно. Давайте на выход. Не очень понятно. Так, а может, задание у нас есть? Так. Найти золотую наковальню и изготовить три котла. Один из железа, второй из меди, третий из золота. Может быть, фишка в том, что нужно наковальню найти? То есть, например, здесь мы ее не нашли. А вот в третий раз пойдем, там ее найдем. Да, похоже на то. Давайте на выход тогда. Судьба Ивана зависит от его выбора. Так, это мне не надо. Выносливость восстанавливается, когда вы убиваете нечистых. Это хорошая идея. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас там на выбор. Ему понравилось сражаться с водяным. Он отправляется на болото, чтобы попрактиковаться. Ивана, нужно больше материалов для изготовления. Старая полена битвы в мертвом лесу. Его руки болят. Ну, короче говоря, давайте здесь мы прервемся. А в следующей серии пойдем вот сюда. Он знает, где находится золотая кузница. Вот сюда пойдем. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте написать что-нибудь в комментариях. Поставить лайк. И, конечно, подписаться на канал. С вами был Арми Хмыл. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok